Алоха, друзья. С вами бывалый путешественник Андрей. И мы с вами сейчас на Гавайях, на острове Оаху. Да, прямо сейчас здесь находимся. Смотрите, как невероятно красиво вокруг меня. Мы сюда с Юлей прилетели на 10 дней. 5 дней будем жить в районе Кайло. И 5 дней поедем в район Вайкики, в Гонололу. Друзья, кто не подписан, прямо сейчас нажмите кнопку подписаться, это важно. Не пропускайте мои видео, нажимайте колокольчик. И что? Комментируйте обязательно. Погнали знакомиться с Оаху! И в комментариях, и в комментариях, и в комментариях, и в комментариях, и в комментариях. Первые 5 дней нашего отдыха на острове мы решили провести в районе Кайло. Почему именно здесь, друзья? Во-первых, здесь красивейшие пляжи с бирюзовой водой, с белоснежным песочком. Практически белоснежным песочком. А также здесь нет отелей. Поэтому здесь не так много туристов и в основном проживают только резиденты. Здесь не так просто поселиться. Об этом я расскажу дальше. Также, друзья, здесь есть 2 пляжа. Это Леникай бич и Кайлуа бич, на котором мы сейчас прямо с вами находимся. Эти пляжи были признаны лучшими пляжами во всем США. Да, в разные годы, но это лучшие пляжи во всем США. Чем популярны эти пляжи? Здесь не только бирюзовая вода и белоснежный песок. Здесь также постоянно присутствует ветер. Вы это слышите точно. Ветер способствует тому, что можно все время заниматься риндсерфингом, кайтсерфингом. Еще здесь любят люди заниматься снорлингом. Можно черепаху видеть, рыбок посмотреть. Также берут каяк и плавают на байдарках. Мы хотели поплыть на каяках, но у нас что-то не сложилось. Мы отправились просто в пеший тур по острову. Там, кстати, находится военно-воздушная база, либо военно-морская база США. Потому что там постоянно летают самолеты, вертолеты, что-то взрывается. Реально прямо на острове отдыхаешь и что-то взрывается. Так вот, мы хотели взять каяк, поплыть на каяке. Каяк бы нам стоил где-то 120 долларов с одного человека. На пляжах классно то, что практически нет людей именно в нашем Кайлуа бич. На Леникай бич там очень много людей, но сюда не приезжают туристы. Поэтому раздолье гулять. Можно идти 2 часа в одну сторону, потом еще 3 часа в другую сторону. И вот так весь день себе на пляже проводишь. Водичка безумно теплая, вода чистая. Купаться одно удовольствие. Пойдемте, друзья, покажу, где мы здесь, в Кайлуа районе с вами живем. Дорога от самого пляжа до Бунгало составляет максимум 1 минуту, если идти очень медленно. Вокруг красивейшие домики резидентов, которые точно так же сдаются, как и наш бич Бунгало. Вот, а мы идем посмотреть, где же мы здесь живем. Пока идем, я вам напоминаю, друзья, что если вы хотите выгодно путешествовать, покупать только выгодные и дешевые авиабилеты, не переплачивать, по-настоящему вдохновляться на путешествия и знать многие полезные лайфхаки от бывалых путешественников. Не только как Андрей, а от многих других, друзья, вам на сервис выгодных путешествий TripMyDream. Я основатель этого сервиса. Я вам могу гарантировать, что мы стараемся делать всегда лучший сервис, чтобы вас по максимуму удовлетворять, чтобы вы больше путешествовали и при этом меньше платили, при этом получали больше эмоций и инвестировали свое время и деньги в эмоции, в путешествия, друзья. Ну, а мы уже практически подошли к нашему дому. Я переворачиваю камеру и сейчас расскажу, где же мы здесь живем. Итак, друзья, мы попали к нам на территорию. Смотрите, что у нас есть. У нас есть вот такие вот два лежачка здесь. Вот окна в пол. Вон наша Джулия. Привет. Привет. Смотрите, здесь вот такие стульчики можно посидеть, столик для завтрака. Все вокруг в зелени. Вот это дерево бонян. Реально так поют птицы, что, наверное, с 5 до 7 утра просто, поверьте, любой проснется. Любой. Вот. Так, заходим к нам в домик. Что у нас здесь есть? Значит, это одна большая комната. Здесь есть кровать, на которой мы спим. Вот это вот кондиционер. Стульчик посидеть. Все. Здесь есть бесплатный интернет у нас. Вот кондерчик. И здесь типа небольшая кухня. Холодильничек, посуда. Можно кофе готовить. Мы его и готовим. Все. Вот это, друзья, вся наша основная комната. А, ну, еще вентилятор, который все время работает, потому что здесь реально жарко. И есть еще, понятное дело, прикольно так закрывается, открывается. У нас ванная комната. Ну, все. Вот наши опачки. Ванная комната. Мы с Юлией придумали себе развлечение на острове Оаху. Поарендовали вот этот вот Ford Mustang. И в ближайшие 2 дня будем вместе с вами кататься по острову. Открывать интересные туристические, и не только туристические, но безумно красивые локации. Погнали, друзья, кататься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, первая локация, куда мы приехали с вами, друзья, это Diamond Head. Мы поднимемся сейчас на кратер потухшего вулкана, которому уже более 200 тысяч лет. Правильно, Юль? Совершенно верно. Смотрите, значит, дорога от Вайкики у нас сюда заняла минут 15. Паркинг здесь платный, стоит 5 баксов. Также учтите, что сюда въезд закрыт с 4.30 дня, а сам трейл закрывается во сколько? Нет, наоборот. Трейл закрывается в 4.30. И последнее время, когда закрываются ворота, вы вообще отсюда можете выбраться, это 6 часов вечера. То есть до 6 часов вечера здесь уже никого не должно быть, ни людей, ни машин. Мы же с вами ничего не ели еще в обед, друзья. Здесь прямо на парковке можно приобрести ананасы, кокосы. Мы сейчас выпьем ананасовый смузи. Стоит он 10 долларов. Кстати, вы знаете, что на Гавайях есть даже экскурсия на ананасовые плантации. Вот эти самые известные ананасы доу производятся. Здесь, на Гавайских островах, да, Джулия? Вот он, наш ананасик. Ой-ой-ой, подожди, держи. Где ананас? Вот эта история стоит 10 баксов. Подожди, вот этот 2 стакана? 2 стакана стоят 10 долларов в шкуре. Кстати, у них очень вкусные сладкие ананасы. А манго, говорят, привозную. Вообще очень многие фрукты здесь привозные. Поэтому, если будете здесь, знайте, не все фрукты здесь растут. Ананасы растут точно. Подъем в гору, это не так просто, друзья, чтобы вы понимали. А у нас еще вверх, смотрите, это мы уже минут 40 поднимаемся, все идут. А еще жарко на улице, конкретно жарко. Ветра не было там. И прям идешь весь смок. Hi, guys. Did you enjoy it? Yes. Really? Yes. Японские дети. И мы с вами поднимаемся наверх. Ой, как красиво. Минут 40 жаркого, безумно жаркого пути. Не так сложно идти, как просто очень жарко. И мы с вами поднялись над самим кратером, который прямо вон там внизу. На самом деле кратер это то место, где мы с вами кушали ананасы, где мы запарковали наш автомобиль. Отсюда с горы сверху открывается сумасшедший красивый вид на океан. Просто вот так простирается огромное побережье. Много-много километров во все стороны. Также открывается вид на Гонолу. Прямо отсюда вижу эти пляжи, небоскребы и на пляжах. Не знаю, наверное, тысячи людей лежит просто. Там очень попсовое место. Мы живем с вами в районе Кайлу. А сейчас туда мы еще приедем и там тоже будем жить. Но это позже. Друзья, а сейчас расскажу, что это за Diamond Head и вообще, что это за бриллиантовая голова такая. Почему именно так его и назвали. Кратеру Diamond Head приблизительно 200 тысяч лет. На языке коренных гавайцев гора кратер известна как Лииахи. Мы сюда с вами поднялись, почувствовали себя дроном. Ветер сильно дует. Спускаемся вниз и едем дальше поздавать вместе этот остров. Погнали! 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 социальных дилеров, где-то это стоило бы 350 баксов. Но мы нашли такое приложение Turo. Это старта прошлого года. Это типа как Airbnb, только для автомобилей. Там, где собственники автомобилей могут сдавать свои автомобили. Короче, мы нашли, был свободный этот Ford Mustang на наши даты по нормальной цене. Мы просто его забронировали, оплатили, приехали, забрали. Чувак нам отдал эту машину, и мы через двое суток уже ее вернем. Он нам отдал. Здесь было полбака, но мы, в принципе, ему точно так же с половиной бака бензина и должны вернуть этот автомобиль. Юля впервые ездит в Америке за рулем. Я не знал, что мы будем арендовать машину, поэтому, к сожалению, права свои не взял. Поэтому эти 2 дня нас с вами катает вот эта вот красивая блондиночка. В 40 минут невозможно было меня вытащить из океана. Боже, это так круто. Слушайте, здесь такая мощь, чувствуете? Сколько? Я уже 10 дней на Гавайях. И первый раз чувствую такую серьезную мощь океана. Точно такую же чувствовал я в Штатах, в Орегоне, в городе Ньюпорт, в Мексике, когда были с Юлей, в Португалии. Но здесь вот эта просто невероятная мощь. Она разбивается от тебя, катается. Причем здесь не серфинг, здесь бадисерфинг. Значит, у них такие доски, они с ластами, короткие доски. Они на них разгоняются и просто телом едут. Не знаю, мне, честно говоря, страшно. Я еще не пробовал. Вообще на пляже людей не особо много. Песочек золотой, волны невероятные, ветер дует, ай-яй-яй. Короче, очень круто. Слушайте, такое... Меня... Я сейчас положу камеру и снова пойду вот туда кататься с ребятами. Единственное, что, ребят, если вы не умеете плавать, лучше не идите, потому что реально это очень мощно. Прямо оно разбивается безумно мощно и оттаскивает обратно. У океана есть обратное течение. Надо даже в воде куда-то уходить. Она здесь приходит, в другом месте вас очень сильно тянет. Выйти местами прям очень сложно. Но вообще, блин, мне нравится просто купаться у океана. Я вижу, уже экран весь забрызганный волнами. Это же круто. Правда? Круто. Давайте здесь покрутимся у океанчика. Друзья, очередная тропа нам с вами далась. Целый час поднимались сюда вверх, на вершину этой горы. Прямо за мной, вы видите, красивейшая бухта. Открывается на нее вид. Называется вот эта вот смотровая площадка Макапу Lighthouse. Почему так? Потому что прямо там внизу находится этот самый маяк Lighthouse, Макапу. На самом деле по-английски Lighthouse. Это маяк. Так вот, этот маяк функционирует до 1909 года, и он работает до сих пор. Также в этом месте можно лицезреть. Точнее, это лучшее место, где можно с ноября по апрель лицезреть миграцию китов. Друзья, невероятно красиво. Сложно подниматься с одной стороны физически, но с другой стороны легко. Потому что сильнейший ветер тебя обдувает со всех сторон, и очень красивая природа. Куда ни идешь, вау, 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 как круто. Вот девочка здесь прыгает, вау. Не знаю, там солнце заходит, вау, бухта, вау, маньяк, вау. Все, и жена моя, смотрите, тоже, вау. Короче, невероятно красиво, много островов открывается. Площадка, которую обязательно нужно посетить, если здесь будете. Вот, а мы с вами идем знакомиться с островом дальше. Вау! Сейчас мы с вами поедем на север острова Оаху. Если успеем, то попадем еще на крутой водопад, который называется Ваймея. Он находится в Ваймея долине, работает до 17.30, мы очень стараемся туда успеть. Дорога займет около часа. Вообще север острова знаменит тем, что там бывают 15-метровые волны в зимний период. Вообще это считается меккой серфинга. Ну что, погнали на север острова. Мы с вами добрались до долины в Ваймея. Это заняло у нас немного больше часа. Значит, по дороге едем, и все американцы нарушают правила движения, обгоняют через двойную, через встречку, также нарушают правила движения. Короче говоря, минимальная скорость, которую мы видели, это 10 миль в час. Чаще всего по городу это 25-35 миль в час. По трассе максимум, которую можно было ехать, это 60 миль в час. 90% едет быстрее, но точно так же, как и у нас, друзья, стоят полицейские, которые прячутся в кустах и ловят тебя на радар. Мы, правда, не видели, чтобы кого-то поймали, но мы ехали аккуратно. У нас за рулем Юля, а я без прав. Приехали мы в эту долину Ваймея. Эта долина Ваймея считается чуть ли не красивейшим местом на всем острове. И оно не только красивое своим огромнейшим парком и водопадом, куда мы сейчас с вами пойдем, а также это место важно для самих местных жителей, потому что когда-то именно на этой местности жили местные гавайцы. Здесь показаны деревни, как они жили, как они строили свои дома, где-то домики, где они делали свои лодки. Также вот прямо здесь возле меня огорожено есть такое овощ, называется таро, либо таро. Это такая гавайская картошка, из которой я кушал чипсы. Значит, смотрите, здесь целая история, как эта тара обрабатывает и что из него делают. Из какой-то части они там чуть ли не суп варят, а что-то жарят. В общем, таро это гавайская национальная кухня, национальная картошка. И также, как и рыба, махи-махи. Думаю, что вы такое пробовали, тоже одно из гавайских национальных блюд. Вход сюда стоит на одного человека 17 долларов. Мы с вами идем вперед, надо пройти немножко больше одной мили и попадем к водопаду, где уже наконец-то покупаемся. Покупаемся ли, да? Наверное. По дороге очень красиво, просто все безумно зелено, много разных растений. Здесь прямо какой-то местный ботанический сад. Столько разных растений, деревьев, вообще всего. Тут, наверное, надо переезжать не как мы сейчас с вами на пару часов, а на весь день и просто гулять весь день. Туристов не особо много, но с паркингом были проблемы. Кстати, водопад работает до 6 часов. Купаться можно до 6 часов. В 6.45 ты уже должен покинуть территорию всей этой долины, всего этого ботанического сада. Пойдем купаться в водопаду. 20 минут невероятных, непередаваемых ощущений. Я попытаюсь вам рассказать, друзья. Итак, заставили одеть вот такой вот жилет. Это просто обязательное правило. Прыгаешь себе в водичку. Точнее, аккуратно заходишь, потому что прыгать запрещено. Подплываешь к водопаду, плаваешь в очереди. Потом заладишь сначала под простую струю, которая начинает тебя так конкретно торпить. Это такие невероятные ощущения. Для тебя струя всего ласкает. А потом заладишь под основную струю, которая начинает так конкретно разбивать все твои застои в голове, в шее, в плечах. И так я посидел 10 минут, и после этого плюнг в воду, и плывешь. Я сняла головную боль, которая была с утра. И вообще чувствуешь себя непередаваемо сказочно, друзья. Вы знаете, что этот водопад основан полностью на дождевой воде, которая стекает с гор. Также это священное место было для гавайцев, потому что они считали, что этот водопад может исцелить. Он такого рыжеватого оттенка, поэтому также его называют еще Reddish Waterfall. То есть рыжий водопад. Почему рыжий? Потому что его вода обогащена железом. Соответственно, наверное, поэтому имеет какие-то целебные свойства. Немеренно туристов сюда приезжает. Все купаются, фотографируются. В общем, того стоило сюда приехать, пройтись и покупаться. Непередаваемо. Очень круто. Считается, что в Вайкике круглый год есть волны для серфинга. Так вот, переехали мы с Юлей вчера в Вайкике. Нашли себе школу для серфинга, записались, заплатили 287 долларов за урок вдвоем за 2 часа. Сегодня утром рано встали, пообедали, подкрепились, намазали лицо, чтобы не сгореть. Оделись, обмундировались, пришли на пляж с инструктором. А волн нет. Что делать? Говорит, ребят, nature, mother nature, вот такая вот история. Говорит, давайте перенесем на завтра, послезавтра. Окей. Короче, а серфить-то хочется, а совместить это с познанием острова тоже хочется. Поэтому мы снова зашли на этот application, взяли себе автомобиль Mercedes C-класса, заплатили за это 175 долларов за одни сутки. Снова едем без крыши. Снова моя красивая блондинка за рулем нас везет. Куда ты? Куда? Куда нашла? Где посерфить? Нашла, Юля, где-то еще школу, где есть волны. Мы позвонили. Есть у них места и есть волны, поэтому едем куда-то серфить. По дороге еще обязательно заедем, откроем для себя какие-то интересные места. На острове, поэтому мы снова с вами отправляемся знакомиться с другими интересными местами на острове Оахо, друзья. По дороге на серфинг мы с вами заехали в красивейшее место, которое называется Valley of Temples. Либо по-русски это звучит как долина храмов. Здесь не просто горы, все селено, есть пруды, в которых плавают черные лебеди и красные карбы. На территории этой долины также находится храм, который называется Бьёдо-Ин. Этот храм точная реплика того храма, который находится в Японии, в Киото, которому 950 лет. Построен этот храм был в 1968 году. Это буддийский храм. Построен он был в честь столетия переселения японцев на Гавайи. Точнее, миграции части японцев на Гавайи. На самом деле здесь очень много, процентов 50, а вообще по всему острову живет азиатов. И среди них очень много японцев. Так вот, можно зайти в сам храм. Там такая огромная статуя Будды стоит. Можно поставить там благовоние, как свечку. Можно пройти дальше, купить какие-то сувениры, японские угощения, японские украшения. Просто погулять. Есть зона, где можно медитировать, типа meditation, зона, где очень тихо. Я вот начинаю рассказывать. И сумасшедший ливень сейчас идет. Вон там за мной, друзья, находится Sacred Bell. Он привезен из Японии. Это священный колокол. Считается у японцев, что если ты стучишь в этот колокол, то у тебя снимаются все негативные эмоции, ты становишься счастливым, и в твоей жизни появляется настоящее процветание. Что такое процветание, друзья? Это то, что ты просто отдаешься жизни, доверяешь ей, живешь и все. И тебе просто ничего не надо. Ты понимаешь, что в каждом моменте у тебя есть абсолютно все, что тебе надо. Жизнь в моменте позволяет тебе действительно процветать. Если ты живешь в прошлом, обидами прошлого, то процветания у тебя не будет. Если ты живешь страхами, переживаниями будущего, что же как у тебя получится, то у тебя тоже процветания не будет. Потому что ты теряешь связь с этим моментом. Сейчас закончится дождь. Мы с вами побежим, стукнем в этот колокол для того, чтобы у нас всех с вами появилось вот это вот настоящее процветание в моменте. Ну что, мы готовы? Побежали. Я за вас, за всех. Сейчас ударим в этот колокол, чтобы... Смотрите, друзья, у нас с вами ушел негатив. Раз. Чтобы появилось счастье. Два. И за нас, за всех, за процветание в моменте. Раз, два, три. Все. Подписывайтесь, пожалуйста. Погнали дальше. Мы с вами на северном побережье острова Оаху. Приехали сюда серфить. Юля заплатила за наш частный урок. Что-то 92-95 долларов. С трудом нашли нашего учителя. Зовут его Чат. Дал нам он доски. Доски, конечно, из прошлого века, 100%. И привел нас сюда вот серфить, вот сюда. И говорит, ребята, только аккуратно, потому что здесь коралловые рифы, здесь камни. Поэтому, если вы прыгаете, ни в коем случае не прыгайте ногами вниз, головой вниз, только ровненько вот так. Я это прочувствовал, как только зашел в воду, потому что тут же потрогал коралловые рифы. И, помимо коралловых рифов, я еще потрогал двух огромных черепах, которые прямо под берегом здесь плавали. В общем, отплыл я далеко. Просидел минут 40, пытался поймать хотя бы одну волну, ничего не поймал. Вот. Я вышел. Вот. И зато дрончиком полетал. Посмотрел, как Юля пытается серфить, как ее тренер толкает, как она гребет все время. Я полетел дальше, там люди с палатками приехали, пикник устроили, красиво, прикольно, вокруг горы. В общем, наслаждаюсь просто природой, друзья. На северном побережье, в минутах так в 20 езды этого места, где мы пытались серфить, есть легендарное место, где вкусно кормят, по крайней мере, мою жену. Это легендарное место называется Fumis Kanuku Shrimps. Находится оно в простом вагончике, автомобиле, который стоит просто у дороги. Рядом с стентами, под которыми стоят красные, симпатичные столы. Совсем не вдалеке от тех ферм, где разводят креветок. Так вот, в этом месте впервые за последние несколько недель моя супруга сказала, о боже. О боже, как это вкусно! Андрей, если ты спросишь меня, где мне было вкусно во время последних, нескольких недель на этих островах, я тебе отвечу. Здесь, у дороги, за простым красным столом, кушая эти креветки в чесночном соусе за 12 долларов. Прямо рядом с нашими креветками не совсем бритый Андрюша. Сейчас впервые в жизни отведает бритый, друзья, лед. Да, реально, есть такая штука, национальное блюдо прямо на Гавайях называется бритый лед. Это когда айс вот так вот дробят, поэтому называется шейп айс. Он отправляется разными сиропами, добавляются фрукты и так далее. И сейчас мы узнаем, насколько он вкусный. Интересно. Я бы сказал, оригинальненько. Юрий борит горло, поэтому Юля не ест. Юля ест креветки, а я ем бритый лед. Прикольно. Можно попробовать разочек. Я бы не стал есть это каждый день. Но реально на улицах, особенно в Айкике, где мы живем, стоят толпы народа в очереди, чтобы попробовать вот такой бритый лед. Представляете? Я пробую за вас. За всех пробую, друзья. Ребята, мы с Юлей ехали в какой-то храм мормонов. Ехали по карте, ехали, ехали, приехали, храма никакого нет. Зато нашли такое место, где прямо сейчас встречаем с вами закат, где я взлетел дроном. Вы это все видите, я сейчас вам покажу, друзья. Здесь так невероятно красиво просто во все стороны. Море, а точнее океан разбивается о скалы, о берег, горы, и все зеленое. Все настолько безумно красиво. В общем, ехали в одно место, а приехали абсолютно в другое. Просто красивейшее место, сильнейший ветер дует. Вообще весь остров, вы знаете, каждая часть острова, она безумно удивляет и радует. Сейчас мы находимся, как сказала моя Юля, in the middle of nowhere, что переводится на наш язык как в центре вообще ничего. Просто даже не знаем, где у нас не работает интернет. Мы не можем включить карту, чтобы найти, куда нам ехать дальше. Но от этого так радуется все, так красиво. Короче, мы остаемся здесь в машине. Сейчас будем встречать закат. Вау, очень крутой остров. Очень крутые, непередаваемые настоящие эмоции вызывает. И я надеюсь, что вы их вместе с нами, друзья, чувствуете. Друзья, мы с вами находимся в нашем отеле, который называется The Lay Low. Да, шумно здесь, потому что очень атмосферно. Sorry, немножко надо будет громче мне говорить, а вам слушать. Мы находимся в отеле The Lay Low, который уходит в сеть отелей Marriott. Очень прикольный отель, который находится в районе Вайкики. Вайкики это, на самом деле, район, а город это Каналулу. И после этого видео мы сейчас с вами пойдем гулять по городу. Я вам покажу сам Вайкики бич, расскажу о серфинге, расскажу немножко о городе, что здесь почем кушается и так далее. Мне нравится очень атмосферная терраса в нашем отеле. Мы каждое утро завтракаем прямо здесь. Вечером здесь тоже очень атмосферно. Горит огонь, народ садится, берут коктейльчики, начинают болтать и просто ослаждаются жизнью. У тебя прямо с террасы открывается вид на небоскребы, которые рядом. В ту сторону видно горы. В ту сторону немножко за бассейном. А у нас бассейн есть еще в отеле. Видно океан. И просто реально очень круто, атмосферно. Мне здесь нравится. Мы сейчас с вами здесь сидим. Выпьем кофейку и пойдем знакомиться с Гонолулу непосредственно с Вайкики и Вайкики бич. Вообще Вайкики переводится с гавайского как? Так что? Напомни мне, пожалуйста, я забыл. Я тоже уже забыла. Мы забыли. Выходим мы с вами из нашего отеля Лейлоу и понимаем, что отель находится на пересечении двух улиц. Одна из этих улиц называется Навищо. По-гавайски это звучит как Нахуа. Вот. Нахуа-стрит. Мы с вами на пересечении этой Нахуа-стрит, друзья, и живем. На самом деле наша улица находится в 7 минутах ходьбы от пляжа, от океана. Раз, раз, раз. И мы с ними быстренько между домиками пошли. Между, заметьте, высокими домами. Еще 100 лет назад этих домов здесь, в принципе, не было вообще, потому что на этом месте еще было болото. Так вот, местные власти осушили здесь болото в 1920 году. И началась застройка как раз этого района в Айкики. И сейчас мы еще с вами придем в отель, с которого, в принципе, начался туризм. По поводу еды хочу рассказать. Значит, смотрите, питаться можно как в фастфудах. Можно покупать в супермаркете, понятное дело. Можно заходить в рестораны. Значит, мы ходили в рестораны. В ресторане минимально можно покушать от 30 долларов на одного человека. Также, если вы будете брать себе алкоголь, либо кушать чего-то там с креветками посерьезнее, то можно заплатить и по 60-80 долларов человек. А кушать здесь не особо дешево. У нас напротив отеля находится какое-то место. Мы сейчас туда быстренько перейдем. Жуля, побежали. Две, одна. Сейчас я вам покажу это место, друзья. Прямо за мной наш отель. Напротив нашего отеля находится какое-то место, где с утра до вечера просто стоят огромнейшие очереди. Но в данном случае здесь стоит, наверное, человек 100 в очереди. То есть очередь еще идет с улицы, а потом заходит внутрь. Это место называется... Называется, ну, сейчас, одну секунду, правильно скажу вам, Маруками удон. Короче, называется какой-то удон. Это японский нудол, то есть японская вермишель. Так вот, народ сюда приходит этот вермишей кушать с утра до вечера. И очередь просто огромнейшая. Мы хотели попробовать этот удон, потому что он стоит огромнейшая порция. Стоит, ну, не знаю, от 3.75 долларов до 7 долларов. То есть огромная такая большая порция этого удона с креветками, с мясом, с чем угодно. В общем, много всего. Но, оказывается, весь этот бульон, точнее, весь этот удон делается на говяжьем бульоне. Поэтому мы решили а, не стоять в очереди минут 40, а б, не пробовать удон. Какое-то, наверное, знаменитое место, потому что я по всему Вайкике еще нигде не видел такое количество людей, стоящих на улице. А еще помните шейф айс? Да, люди еще стоят за шейф айсом, чтобы пробовать вот этот самый шейф айс. Но мы с вами его уже пробовали. Погнали дальше. Друзья, в то время, как вокруг Вайкики еще были болота, на этом месте был построен отель, который называется Moana Surffinder. Именно в 1901 году туризм на острове Оаху начался именно с этого отеля. Это позже его уже потом купила группа Westin, который сейчас продается где-то в среднем за 350-450 долларов в ночь. И отзывы такие средненькие о самом отеле, потому что он 1989 года не реставрировался. Представляете? Мы хотели здесь рассмотреть, пожить, но решили, что лучше будем жить в более новом и современном отеле. Так вот, еще в том году, когда он построился, и потом на протяжении долгих лет, ночь в этом отеле. Знаете, сколько стоило? Полтора доллара. Это он. Какой красивый. Ну-ка, шляпу сними. Это же целый доллар. Да, всего лишь полтора доллара. Этот отель находится на первой линии. Мы заходили туда вечером на коктейль. Очень симпатично. Мне он чем-то напоминает картон Интерконтиненталь, который находится в Каннах. Также в этом отеле в свое время жила и королевская семья британская, и писательница Агата Кристи, и многие другие знаменитости. А сейчас многие из вас, я думаю, могут себе позволить прилететь и жить в этом отеле, потому что 400 долларов не так уж и много, мне кажется. Ну, а чтобы сюда долететь, долететь выгодно, вы помните, где дешевые авиабилеты нужно находить? На сервисе выгодных путешествий TripMyDream. Да, друзья? Именно там. Мы сюда прилетели выгодно благодаря TripMyDream. Ну что, мы с вами дошли до знаменитого Waikiki Beach. Пляж, который протяженностью около 3 км, в котором, в принципе, еще более-менее бирюзовая водичка. Но, честно говоря, уже мутноватая, потому что в ней находится, наверное, не сотня, а даже тысячи людей, друзья. Пляж, который окружает бетонные высотки. Высотки в основном это все отели. И лежаки, которые вы видите прямо здесь на пляже, это все лежаки непосредственно от этих отелей, которые здесь на берегу и стоят. Что вы можете сделать? Вы можете прийти со своим полотенцем. Пляж абсолютно бесплатный. Вы также можете притащить свои стульчики. Но только вы сможете здесь отдохнуть в том случае, если найдется нормальное место. Все лежат практически друг на друге. На самом деле, друзья, если вы хотите по-настоящему узнать Гавайи, ощутить вот эту неповторимую атмосферу типа с острова Баунти, тогда вам нужно не на пляж Waikiki, вообще ни сюда в Waikiki, ни в Уаху. Вам нужно ехать изначально на остров Кауаи, на котором мы были. Обязательно посмотрите видео, оно есть на канале. А также езжайте в район Кайлуа. Там лежат в основном резиденты, где пляжи гораздо красивее, людей меньше. И, в принципе, очень красиво. Мы с вами на 16 этаже нашего отеля. Это самый последний этаж. Прям за мной находится кофемашина, бесплатно. Можно пить кофе, брать какую-то воду, есть яблоки, апельсины и еще какие-то снеки. Вот это в течение дня всю историю можно кушать бесплатно. Сейчас расскажу, почему. Друзья, мы идем к нам в номер. У нас номер 1607. Камера вперед и показываю номер, рассказываю, что почем и как здесь отдыхается. Так, друзья, погнали. Номер, смотрите, у нас типа был обычный стандарт изначально, за который мы заплатили где-то 330 долларов за двоих, за ночь. Но это с завтраками, с завтраками. Более-менее нормальные завтраки июле вкусно. Итак, когда мы заселялись, мы попросили, ребята, дайте чем-нибудь получше. И нам предложили подождать 3 часа и предложили этот номер на 16 этаже, последнем этаже с частичным видом на сам океан. Сейчас пойду, покажу вам. Мы живем на последнем этаже. Вид у нас на горы, на небоскребы и частично на океан. Вон там вот находится тот самый океан в Айкики Бич, на котором мы с вами уже были. Ну что, друзья мои? Приятный момент. Не только заканчивается этот фильм об острове Уаху на Гавайях, а еще ваш Андрюха, бывалый путешественник, сходил, накупил кучу сувениров. Значит, смотрите. Будет разыгрываться 2 вот таких вот магнитика. Раз и два. Помните, я такую козу делаю частенько? Ну вот, с Гавайев как раз разыграем. Дальше. Вот такие вот 4 подставочки абсолютно разные. 4 подставки. Да под что угодно, под хорошее настроение, точно. Не знаю, под чай, под кофе, под водичку, под мохито. Все, что вам подходит. И, друзья, и видите на мне это красивенное украшение, эти бусы. Гавайские, народные, традиционные бусы, которые сделаны из дерева, орехового дерева, наверное, даже так, либо из орехов дерева ку-куй. Они, на самом деле, гавайцы верят, что они имеют силу исцеления. И вообще крутые, крутые бусы. Короче, бусы гавайские в количестве 3 штуки тоже участвуют в розыгрыше. Я бы купил вам гораздо больше, но буду лимитироваться, потому что желание мое огромное. Я бы всех наградил бы этими бусами. Я еще кепок хотел накупить, только Юрий сказал, Андрей, кепки жлобские, что там олоха написано, не надо брать. Думаю, ну ладно, послушаемся с женщинами. Ребята, бусы гавайские 3 штуки, 2 магнитика, 4 подставки под хорошее настроение разыгрываются к этому видео. Нужно будет написать комментарий, что для вас Гавайи и остров Оаху. Детали, как написать комментарий, прочитайте в описании к этому видео. Обязательно, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, подпишитесь своих друзей. Ставьте лайкосик. Также подпишитесь на мой инстаграм, это важно. Я хочу, чтобы вы за мной следили, где я путешествую. И заранее знали об этих вот всех сувенирчиках и о том контенте, который будет выходить в будущем. Друзья, с вами был бывалый путешественник Андрей, вещающий сейчас 16-го этажа отеля Laylow, прямо за которым вон там находится океанчик, а вон там горы, а вон там люди ходят. Короче, я вас всех обнимаю, люблю, целую. Инвестируйте свое время и деньги в эмоции, в путешествия, друзья. Все, к этому фильму точно конец. Ставим лайкос, комментарий пишем и подписываем друзей. Обнимаю. Пока.